Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора по существу – оказание бесплатной юридической помощи населению. И за разъяснениями мы обратились к первому заместителю министра юстиции Чувашской Республики Ирине Семеновой. Добрый вечер, Ирина Анатольевна. Скажите, пожалуйста, кто из граждан вправе рассчитывать на получение бесплатных юридических услуг? Прежде всего я хочу отметить, что действующим законодательством, а это в частности Конституции Чувашской Республики, Конституции Российской Федерации предусмотрено гарантированно право граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Однако не все граждане могут получить эту помощь, оплатив ее из собственного кармана. И поэтому был принят федеральный закон о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вот в развитии данного федерального закона у нас в республике сформирована соответствующая нормативно-правовая база. В частности, принят закон Чувашской Республики о бесплатной юридической помощи, который как раз устанавливает основы оказания этой помощи у нас в республике. В частности, он определяет категории граждан, которым предоставляется такая помощь. Данным законом такая помощь предоставляется социально несощущенным категориям граждан. Для примера я могу привести, что это граждане, чьи среднедушевой доходы ниже величины прожиточного минимума. Это инвалиды первых и вторых групп, дети-сироты, дети-инвалиды. Всего таких категорий 8. И все они предусмотрены данным законом. Кто именно оказывает бесплатную юридическую помощь населению и куда нужно за ней обращаться? В соответствии с нашим законом бесплатная юридическая помощь оказывается в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи и не государственной системы бесплатной юридической помощи. В систему государственной системы бесплатной юридической помощи у нас вошли все органы исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственные им учреждения, куда гражданин вправе обратиться. И они дадут ему и правовые консультации, и в письменной, и в устной форме по вопросам их компетенции. Кроме того, в систему, государственную систему бесплатной юридической помощи у нас вошли адвокаты. Список адвокатов, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, он утверждается ежегодно адвокатской палатой. Эта информация, она размещается в средствах массовой информации, а также на нашем сайте. Поэтому любой гражданин вправе обратиться к любому адвокату, включенному в эти вот списки. Что касается негосударственной системы бесплатной юридической помощи, то граждане вправе обратиться к нотариусам. При совершении именно нотариальных действий, я имею в виду нотариусов, они оказывают консультирование по вопросам, как раз находящимся в пределах их компетенции. Кроме того, у нас в юридических вузах, при 5 вузах, созданы юридические клиники. Также на территории республики действуют организации общественные, куда граждане вправе также обратиться. Ирина Анатольевна, юристы нашей республики делятся на так называемых платников и бесплатных, или бесплатную юридическую помощь оказывают все специалисты? Из общего количества адвокатов, которые у нас вообще действуют в республике, большинство из них, это примерно 80% адвокатов, выключены в соответствующие списки и оказывают бесплатную юридическую помощь. Да, конечно, для граждан эта помощь бесплатная, но говорить о том, что она бесплатная для бюджета республики, мы не можем, потому что в нашем бюджете предусмотрены соответствующие средства. И за любую работу, за любую консультацию, за представительство в судах адвокаты получают соответствующую денежную компенсацию. Поэтому эта помощь оказывается, она также качественна, и граждане вправе в случае, если у них какие-то есть жалобы, претензии, обращаться либо в адвокатскую палату на деятельность конкретного адвоката, либо в Министерство юстиции. Продолжение следует...